всем добрый день мои дорогие и добро пожаловать в новое видео сегодня видео будет о кухне будем наводить порядок на кухне только так что всем приятного просмотра начинаем сразу же с газ плиты убираю старый силикон хочу его заменить пока после ремонта остался силикон дома у нас шприц и силикон полностью вот и решила тоже сразу заменить потому что старый все равно где-то залупился где-то что-то как бы ну вот хочу сразу поменять пока силикон есть потому что со временем все равно сервере он открытый и испортится последний раз получается это меняла я силикон когда мы только ставили наверное газ плиту это было два ну три года назад да уже как бы в принципе так что решила вот поменять для чего я вообще делают силиконом обычно когда ставишь все равно щелка вот это получается и попадает туда грязь как бы все такое вот и я промазала белым силикон в принципе симпатично смотрится мне нравится убираю старый силикон и будем мазать новым силиконом и на раковине на кухне то же самое будем менять силикон на новый а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Макс даже на улицу не хочет выходить Бывает, выходим Чуть-чуть погуляет И все, и домой не хочет гулять Да и в принципе, где гулять-то На песочницу пойдешь, все мокрое Да, как бы не... Надо доставать сразу все вещи тоже поубирать Я в прошлом видео оставила шорты, думала Будет все-таки тепло еще Так что все надо поубирать, так что, да, летние вещи уже надо полностью убирать тогда все Ну и с таким резким похолоданием Мы тоже чуть-чуть приболели Сначала старший сын заболел, дома сидел, не ходил несколько дней в школу После него Макса подхватил И теперь я Чуть-чуть простыла тоже Ну пару деньков, как бы, да, и все нормально будет Будем надеяться Так что вот так вот В такую погоду как раз и не знаешь, что одевать даже Вроде бы после обеда и тепло С утра очень холодно Как-то дети вроде бы и одеваются В то же время, если бегают, прыгают на переменах на улице То жарковато становится, начинают раскрываться Как бы куртки снимать И вот это вот и идет, да, что дети все начинают болеть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и пока я наводила порядок Почтальон принес две посылочки Небольшие Это с Алиэкспресс посылки Я заказывала меньше месяца назад, наверное, кольца для салфеток У меня золотые есть, получается, в золотом цвете А вот серебряных не было И я заказала 12 штук, чтобы было побольше у меня 6 штук Бывает, иногда не хватает Так что заказала 12 штук в комплекте Не сильно такие они дорогие, в принципе, были Должна была доставка быть подольше, но почему-то так быстро получилось прийти Недолго шли, получается И заказала тоже тканевую салфетку на стол Как раз вот на осень Но когда я ее заказывала, она была светлее Пришла потемнее, конечно И материал такой, знаете, как мешковина Такой грубый Такой не очень как-то Но посмотрим Еще я была в магазине НЕТА И там тоже по... Недельный товар Были салфетки тоже на стол Я вот тоже взяла И посмотрим Либо эту, либо которая с Алиэкспресс пришла Как бы посмотрим, какая будет лучше Такую оставим, наверное Ну а это уже, девочки, следующий день Потому что когда... Я, конечно, запланировала все в один день сделать Но Максик приболел чуть-чуть сюда, как я уже сказала Ну как бы и хочется ему, чтобы я больше с ним времени проводила Ну вот потихонечку, как бы каждый день что-то делаю Так что сегодня у нас получается Вчера мы сделали все силиконом прошли И все, как бы, в принципе, ничего больше я не делала Ну а сегодня вот решила тоже Заглянула в шкаф Здесь как раз дети и треугольники, и тосты достают Часто делают И хлеб, крошки, получается, сыпется все Здесь тоже у меня вафельница стоит голубая Я вот на днях тоже делала детям вафли Ну я не снимала ничего В принципе, простые, обыкновенные вафли Не стала далеко убирать ее Потому что быстро дети так съели Понравились им Вот решила, думаю, через пару дней тоже еще раз сделаю детям уже Еще решила сегодня тоже снять тюльпу стирать Смотрю, грязноватая уже такая И на шкафу тоже пыль решила вытереть Давненько не вытирала Но я думала, намного грязнее будет наверху на шкафах Ну, в принципе, так, пыль есть, конечно Но не такая грязная, как я ожидала Тоже быстренько протираем все одной тряпочкой И средство для кухни Как я вам уже сказала, что на днях были в магазине И вот когда приехали с магазина, дети разбирали сумки Как бы я обычно сразу картошку все разбираю С пакетиков достаю Ну, чтобы все лежало на своих местах Ну, как бы вот Дошли у меня руки только сегодня Убираю всю картошку, достаю с пакетиков Яблоки тоже Начала доставать с пакета яблоки Обычно я в холодильник сразу убираю Но в холодильнике очень много было фруктов, овощей Яблоки не поместили Ложила их пока в шкаф И как раз перебирала Смотрю, одно яблоко полностью порченное Я думаю, что в магазине, получается, уже было оно порченное Потому что за два дня так не испортится До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Заменила под чайником, у нас был зеленый коврик силиконовый. Я нашла наверху, когда протирала пыль на шкафу, как раз оранжевый был. Я их вот иногда меняю, получается. Зеленый у меня постоянно, в принципе, стоит, а вот оранжевый меняю на осень всегда. Тут как бы про него забыла, сразу не нашла, не увидела. Оказывается, он был у меня на шкафу наверху на кухне. Протираю везде тоже пыль. Быстренько так пыль садится на всем декоре, на кухне особенно. Ну, как бы протираю тоже фартук. Ну, везде все как бы, в принципе, закину тоже шторку постирать. Цветочки польем, окно надо помыть. Ну, так по мелочи, в принципе. Вчера как готовила на вытяжке потеки, все это надо, конечно, поубирать, раз мы убираем все. Макс тут пришел, уже командует в шкафу, вот во второй, получается, во втором ящике, где я порядок наводила. Макс уже там свой навел порядок, уже булочки таскает, берет. Ну, как бы для этого мы туда и ложим пониже, чтобы он мог сам все брать, что хотел. Начала убираться и забыла про тюль. Обычно я сразу тюль закидываю стирать, и когда уберусь, уже получается тюль постиранная, уже можно гладить и вешать. Тут я забыла про нее, почти уже убралась, только тогда вспомнила. Так что сейчас сниму, закину стирать, когда постирается уже, нужно будет погладить и повешать на место. Продолжение следует... Помыла окно и сразу же цветочки, смотрю, сухие. Полила цветочки и поставила чуть-чуть в воду, чтобы постояли, чуть-чуть себя впитали в воду. Потому что, когда их так водой проливаешь, ставишь назад, они быстро очень высыхают. Ну и протираю остальные все фасады. Снизу фасады такие очень грязные были, дети все равно где-то капают чем-то, как-то получается. Так, ну и все остальное, все заляпано. Протираю газ плиту и сразу же протираю сухой салфеткой. Потому что, когда тряпочкой протираешь, волос, вот этот весь ворс остается. И я стараюсь сразу же сухой все тряпочкой, либо вот салфеткой протереть, чтобы оставалось чисто, не было никаких разводов. Протираю сразу все двери, косяки именно вот в столовой и на кухне. Потому что тоже все очень грязное. На камере, конечно, это не видно. Камера не все передает. Так что сразу же подготовила весь мусор. Когда навожу порядки, люблю тоже сразу же навести порядок там, где стоит весь мусор. Даже если контейнера, получается, не полные, тоже все равно люблю как бы все поубирать. Пакеты чистые одеть. Ну, чтобы чувствовалось, что везде чисто. Ну, уже кухня почти уже готовая. Осталось помыть пол и назад постелить этот же паласик. Хочу еще в столовой поменять скатерть, которые пришли. Одна вот с Алиэкспресса, вот эта вот первая. А вторая, которую я покупала в магазине Нетто. Снимаю полностью все, протерла стол и смотрю. Ну, что-то как-то с Алиэкспресса темноватая сильно получается. Как-то не очень нравится. Оставлю эту. Сейчас пойду ее сразу сполосну и поглажу. Сегодня заезжали по нашим магазинам, которые находятся у нас в городе. Это Тако и Кик. Далеко никуда не ездили, потому что погода такая, дожди целыми днями идут, и не хочется даже с дома никуда выходить. Но как бы вещи нужно было находить, искать. Мы так решили, если не найдем вещи за это время, получается, вот ближайшее, то придется в интернете заказывать. Ну, а если в интернете заказывать, это нужно время. У дочи практика, получается, с середины октября. Ну, вот что мы нашли, получается. Выбора, конечно, такого большого не было. Дочи вот что понравились. Вот такие вот джинсы. Магазин Кик. В Тако первый мы заезжали в магазин. Ничего не нашли. Из брюк ничего не было. Вот здесь такая пуговичка одна. И здесь замочек. Просто такие по фигуре. Прям сидят очень хорошо. Классные джинсы. Джинсы стоили вот 13 евро. И это мы уже купили в Тако. Белая, просто чисто белая футболочка. М-ка, потому что они какие-то маломерки. Она стоила 5 евро. Там же в Тако я увидела вот такую вот безрукавочку. У Макса есть черная безрукавочка? Она такая коротковатая. А хочется, когда уже вот холодно, прям такая осень холодная, прямо сейчас настала у нас. Что-то подлиннее, чтобы попочку чуть-чуть закрывала. Ну вот такую вот безрукавочку. Были без капюшонов за 10 евро. А с капюшоном вот за 16 евро. Ну, с капюшоном будет теплее. Вот, для Максика взяли такую безрукавочку. Следующая, это уже магазин Кик. Вот такие вот трико для Макса взяла тоже. Максик тоже со мной рядышком. Вот он играется, сидит, игрушки свои. Так, вот такие вот, получается, они утепленные уже идут. С таким чуть-чуть начесом. Симпатичные. Конечно, яркие, но выбора невеликого у нас. 8 евро стоят. Вот такие вот. Как бы безрукавки, в принципе, симпатично смотрится. Так, следующее. Это тако. Что-то я так разложила. Все, все, все в разные магазины. Так, шапочки взяла. Комплект получается такие. И синенькая, и серенькая. Размер с 98 по 128. 8 евро. Ну, в принципе, они так симпатично тоже смотрятся. Но как бы, да, можно еще на вырост их будет носить. На сейчас вот такая вот шапочка. И, в принципе, к этой шапочке комплектом тоже идет вот такой вот шарфик. Можно сказать, я и не за шапочки, а из-за этого шарфика только взяла. Этот комплект. Он был уцененный по 6 евро. Я его взяла. Вот так вот. Очень такой классный вот сейчас вот, либо сейчас, если как горлышко у нас на куртке открытое, либо уже зимой можно будет тоже носить этот шарфик. Очень хороший. Так, для дома я взяла. У нас все покончались уже. Все маленькие стали. Я все повыкидывала вот с такими рукавчиками. И взяла, конечно, большого размера, потому что маленького не было. Взяла сразу большой. 4 евро. Вот такая вот одна кофточка. Это магазин. Так вот тоже. Это уже кик. Вот такую взяла кофточку. Последняя была кофточка. Тоже с начесом такая. По распродаже всего лишь за 2 евро. До этого она стоила 5 евро. Вот. Почему бы не взять за 2 евро. Как раз вот дома ходить. Она так-то, в принципе, холодновато будет, если вот на зиму куда-то одевать под нее. И как бы, в принципе, тоже очень хорошее. Так, это магазин тоже кик. Тоже взяла вот такую вот кофточку тоже с рукавами. Ну, как говорю, в принципе, выбора не было много. Никакого. Это размер идет вот 110. Но она такая, я бы не сказала, что она прям такая большая. Но как бы... И последнее взяли пижаму вот такую вот для Макса. И вон его прошлогодние маленькие. Одна там как бы такая тоже есть, но тоже не очень такая качество, конечно. Вот. Там были расцветки желтые и вот такие вот. Взяла вот зеленую. Посмотрим. Если будет хорошего качества, то еще одну пойду возьму. Тоже другую чуть-чуть расцветку. Потому что, говорю, с ночнушками вечно какие-то проблемы. То растягиваются они в разные стороны, то еще что-нибудь. Как бы стоила она 7 евро. А вот 7 евро. Размер 98-104. Ну, это прямо на Макс вот сейчас носить. Как бы, да. Вот. Ну, вот все, что нужно было. В принципе, мы взяли. Ну, вот носки еще такие взяла. 8 евро. Ну, а на сегодня всем пока-пока, мои дорогие. Увидимся с вами в следующем влоге.